В декабре 2017 года в состав Черноморского флота вошел фрегат Адмирал Макаров. Характеристики фрегата проекта 11356. Длина 124 метра. Водоизмещение 4035 тонн. Экипаж 180 человек. Мощность ГЭУ 60900 л.с. Фрегат 11356 является дальнейшим развитием проекта 1135. Вооружение фрегата проекта 11356. 100 мм артиллерийская установка. Две УВП на 24 ячейки ЗРК Штиль-1. Одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса калибр НК. Две 30-мм шестиствольные автоматические арт-установки АК-630М. Двенадцатиствольный противолодочный бомбомет РБУ-6000. Два 533-мм двухтрубных торпедных аппарата. И ангар для вертолета К-27. Дальность противокорабельных ракет свыше 300 км. Дальность систем ПВО 50 км. Дальность ПЛО 40. А крылатых ракет до 2600. Сторожевики 11356 являются модернизированной версией экспортного фрегата Тальвара. Российские корабли вместо ракетного комплекса Брамос на поздних Тальварах получили ракетный комплекс калибр НК. А вместо однобалочного зенитного ракетного комплекса «Штиль» получили современный ЗРК «Штиль-1» с вертикальным стартом. С Минобороны на строительство кораблей проекта 11356 было заключено два контракта. Первый в 2010 году на три фрегата, второй в 2011, также на три. В дальнейшем он был расторгнут в связи с запретом СНБО Украины на поставку газотурбинных установок. Однако все три корабля были заложены. Строительством кораблей проекта 11356 занимается Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде. К концу 2017 года ВМФ России получил три фрегата проекта 11356. Два корабля достраиваются для ВМС Индии, еще один пока остается на «Янтаре». Его перспективы неизвестны. Посмотрим на темпы строительства. Среднее время от закладки до спуска на воду составило чуть более трех лет, а среднее время от спуска на воду до передачи флоту – менее двух. К началу 2024 года все три корабля проекта несут службу на Черноморском флоте. Теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Продолжение следует...